Дорогие товарищи, сложный во всех отношениях 2022 год близится к завершению. В этом году я принял трудное решение отказаться от торжественного празднования любимого всех энергетиков праздника, Дня Энергетика, так как наши соотечественники проходят через тяжелейшие испытания на фронте. От НАПИ я хотел бы по традиции подвести итоги работы коллектива ЛЭМ за 2022 год. В коллективе ЛЭМ трудится более 2000 человек, из них около 1500 рабочих, около 600 инженерно-технических работников. Филиал, дирекции и обособленное подразделение ЛЭМ расположено в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, Туле, Чебоксаре, Красноярске, Волгограде, Семперополе, в многочисленных городах и рабочих поселках Иркутской области. Рабочий коллектив ЛЭМ выполняет строительство важных для экономического развития страны электросетевых объектов на территории всей страны. Первое – это строительство объектов Восточного полигона, которые необходимы для увеличения пропускной способности Восточно-Сибирской железной дороги, обеспечения электроэнергии новых добывающих и перерабатывающих производств в сжатые сроки и в тяжелоклиматических условиях. Коллективы питерского филиала, Московские дирекции, по строительству завершают строительство ВЛ-500 кВт Нижнеангарский УСКУТ-1, продолжает строительство ВЛ-500 кВт Нижнеангарский УСКУТ-2 и ВЛ-500 кВт Устилимский ГЭСТ УСКУТ, продолжает расширение ПЕСТ УСКУТ. Второе – это реконструкция электросетевых объектов полуострова Крым, которому так необходимо надежное электроснабжение в сжатые сроки, завершается реконструкция ПЕС Виноградной в Патторе Северной. Третье – успешно продолжается реконструкция подстанций европейской части России, ПЕС Чагина, ПЕС Завода Ильича и ПЕС Ямская. Отдельно хочу выделить наш коллектив проектировщиков в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону и Туле. Они у нас еще как отдельное подразделение появились практически совсем недавно и выполнили огромный объект проектно-изыскательской работы по таким объектам. ВЛ-УСКУТ Кавакта, ВЛ-500 кВт Нижнеангарский УСКУТ-1, ВЛ-500 кВт Устилимский ГЭСТ УСКУТ, Иркутской области, ПЕС Иребеджан, ПЕС Завитая, ПЕС Магдагачи на Дальнем Востоке, ПЕС Северный в Крыму, ПЕС Завод Ильича в Санкт-Петербурге. Продолжается выполнение проектных работ по ПЕС Фатон, ПЕС Евпаторий в Крыму. За все 50 лет работы в отрасли я не могу вспомнить проектный институт, который мог бы выполнить такой большой объем работы в столь сжатые сроки. Конечно, нельзя забыть и сотрудников производственного подразделения Чебоксара, которые продолжают расширять номенклатуру и объем собираемого им вторичного оборудования. ЛЭМ своевременно и качественно выполняет договорные обязательства, также слаженно работает весь большой рабочий реки, первостепенный цель которого обеспечить всем необходимым наших строителей на объектах, фронтом работы, строительными материалами и оборудованием для монтажа, вспомогательными материалами, инвентарем, спецодежной и строительной, и специальной техникой, местом для проживания и питания. И, конечно же, своевременно воплаченные заработные платы. Профессионализм, ответственность и инициатива каждого сотрудника на своем месте – это залог успеха компании. Особенно хочу отметить труд тех, кто работает непосредственно на объектах, в условиях дикий Северного Байкала. Я бы хотел особенно подчеркнуть климатические условия летом плюс 40 гнус и мухи, а зимой плюс минус 40 – это почти нормальная температура. Это монтажники, сварщики, токелажники, бетонщики, геодезисты, трактористы, электросоварщики, крановщики, водители, мастера, прорабы, начальники участков. По многим неделям они живут, работают в тяжелейших условиях, вдали от семьи. Целый день работают на открытом воздухе в любую погоду – пусающий мороз, испопеляющий жару, снежный бурый и проливной дождь. Они проходят через испытания, которые по плечу далеко не каждому, выражая нашим строителям глубокую признательность и уважение за их тяжелый труд. Хочу заверить наш коллектив, что работы на 2023-2024 год мы обеспечены на 100% в тех же суровых краях. Стабильная работа – это стабильные зарплаты и развитие компании. Развитие компании – это дальнейшая жизнь. Хочу поздравить весь коллектив вам с Днем энергетика и с наступающим Новым годом. Хочу пожелать каждому сотруднику счастья и благополучия в семье, чтобы дети, у кого есть они, радовали каждого, чтобы жены всегда ждали дома тех, которые приезжают с тяжелых командировок. Удачи всем! С наступающим Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok